Музей матрешки и традиционной игрушки есть вот такая уникальная матрешка. Называем ее парящая матрешка. Посмотрите, что она умеет делать. Но это не весь фокус. Фокус заключается в том, что когда рамка включалась в сеть, матрешка не касалась ни низа, ни вверх. Она парила в воздухе. Сейчас она не может. Пока не может. Она у нас болеет. Надеемся, что придет волшебный доктор и нам ее вылечит. Мы приступаем к исследованиям. При первичном осмотре выявлено, что система работает за счет оптической пары, фотоприемника и излучателя. И первая неисправность, которая выявлена, это разъюстировка системы. Простым поворотом рамки мы добиваемся юстировки. И стабильная работа прерывателя оптопара. Вторая проблема – это перегрузка электромагнита и древнего блока питания. Приступаем к разборке и восстановлению. После демонтажа обнаруживаем довольно-таки примитивную систему. Двухтактная система прерывания, трансформаторный блок питания и обратная связь, сделанная на оптопаре. Контролируя напряжение на электромагните осциллографом, включаем систему и видим, что реле управление отрицательным полюсом неисправно. Замыкание управляющих контактов этого реле доказывает верность нашего предположения. Напряжение стабилизировалось и сейчас система работает в штатном режиме. Меняем реле и собираем подозрение на сгоревший операционный усилитель. Как мы видим, система работает в компараторном режиме. Кроме того, при проверке был найден мертвый транзистор. Я уже задумываюсь о том, чтобы заменить полностью советскую схему на современную. Транзистор детектируется как диод. Итак, по результатам работ выбило выходной транзистора двухтактного каскада. Одно плечо не работало. Ремонт реле. Замена операционного усилителя, который работал как компаратор. И, собственно говоря, и все. Сейчас мы это дело собираем, настраиваем коэффициент пропорциональности и запускаем левитацию. Включаем систему. Матрешки у меня нет, поэтому я прикрепил просто магнит к линейке. Система стабилизировалась. Система стабилизировалась. Компания НПО из Квампра Лэпс. Мы занимаемся производством лазеров электроники. Медицинских промышленных лазеров лазерной периферии. Я верила. Я верила, что ее сделают. Потому что у меня какое-то есть чуть-чуть интуиция, что найдется тот человек, тот сказочный периферий на белом коне. И вот он нашел сын. Интуиция есть. Я верила, что ее сделают. Но вообще, конечно, огромное спасибо вам. Вообще прям от души, от сердца. Огромнейшее спасибо. У нас была такая матрешка. Называлась она парящая матрешка. Рамка деревянная вырезана. Здесь нападали матрешка. Матрешки, ну, понятно, для взрослых зерпой магнит. И мы эту матрешку показывали как. Мы присоединяли, она не села у нас вот на этой рамке. Но фокус был не есть. И мы всем людям на словах. Вот я вам говорю, у меня до сих пор вам. Мы всем людям на словах объясняли. Какой был фокус. Рамка включалась в сеть. И матрешка парила. Такого вы нигде не увидели бы никогда в жизни. Но вот вам сегодня, несказанно, повезло. Я вам могу сюда, я принести не могу. Потому что еще идет как бы испытание. Все. Для нее еще пока не установлено место. Но если бы сейчас потихонечку, ну, не по очереди заглянете. Вот это вы увидите, что это такое. Перед вами люди, которые нам помогли. Вот, Александр, ему спасибо огромное. Человек занимается лазерными технологиями, компьютерными, медицинскими оборотами. Вот ему огромное-огромное спасибо. Пожалуйста, давайте идите в пользу. Я открываю.